очередной парадокс который совершенно не является парадокс как во всем мире боевыми искусствами восточными занимаются гораздо больше народа чем на востоке так и в индии кто занимается йогой точно также местные населения знает что такое что йога такая есть но я вот находясь здесь на гуа не увидел ни одного индуса ни одного нигде не в деревнях не около там отельных комплексов не на пляже не утром не вечером нигде абсолютно как что кто-то из индусов занимался йогой что он сидел в позе лотоса принимал асаны занимался каким-то дыхательными практиками один раз я увидел мужчину с темной кожей который напоминает индусам мне кажется что не индусам не знаю мне конечно трудно судить но немножко по-другому выглядит коренной население вот может это пакистанец был какой-нибудь или еще или может быть араб даже какой-нибудь не знаю вот который занимался дыханием и суставной гимнастикой но с йогой в чистом виде вот как мы ее привыкли видеть именно вот асаны различные не имеет никакого совершенно отношение больше похоже на японскую гимнастику тайко кукэн вот кто здесь занимается йогой и занимается гимнастикой этой азиаты вот они занимаются что касается европейцев нет но эти большинстве своем только пытаются следовать некому тренду как как они думают на здоровый значит образ жизни и как это выглядит а выглядит это так они с утра выходят из отеля с чашечкой кофе на берег вообще-то смотрится красиво вот прямо на берег выходит берут чашечку кофе смотрят как значит волны накатываются на берег выпивают это кофе ставят чашечку на песок делают какие-то разминочные упражнения руками какие-то движения там легкие такие вот какие-то потягушечки и кто-то может быть из них даже делает какую-то пробежку метров 200 в одну сторону и другую и на этом все заканчивается есть пары пожилые которые гуляют вдоль берега вот это то мне кажется больше пользы от того чем от того что делают бельки вот которые с утра вот так вот занимаются кажется таких прогулок намного больше пользу особенно если ходить километриков там по 10 ну или хотя бы по 5 в день вот но и все то есть удивительно нету тренда такого студии йоги куда мы заниматься ходим тоже нет ажиотаж на персональные занятия практически никто не ходит на групповые занятия приходит народ занятия ведут на английском языке занятие длится час стоит 400 рупин одного человека что в принципе не очень дешево потому что это получается где-то 600 рублей за часовой занятия но из этого часа там очень много но полноценно сам делом занимаешься 25 минут от силы в основном эти занятия кому больше нужны вот кто первый раз приехал в индию хочет сам заняться йогой надо взять пару-тройку таких сам занятий чтобы посмотреть и и выучить несколько там базовых движений там а сам несколько и пытаться потом это практиковать но самостоятельно чтобы понимать что были в индии чем освоили кое-что и получается вот нормально военные самолеты между прочим с кадром и самолетовая истребители или бомбардировщики военные фиг вы знаете ну вот так что так вот все это дело выглядит что касается занятий в тренажерных залах вчера ходили посмотрели как выглядят местные джимы тренажерные залы залы есть во первых открываются они работают не целый день открываются они вечером в районе 5 часов где-то в 4 часа могут быть открыты в принципе так оборудованы они неплохо но в чем это неплохо заключена в основном без какого-то веяния там стоят кардио тренажеры и очень мало со свободных весов есть какие-то рычажные либо блоковки тренажеры такие с гламурного плана на которых в принципе тренироваться серьезно невозможно что касается кардио да я лучше по пляжу побегаю чем буду на дорожке пахтить ну может это для каких-то там гламуриков тоже действительно которым надо бежать и только под кондиционером или как это делают приходит тюленчики такие чтоб не очень жарко было и ходят по беговой дорожке в течение 20 минут подключив к монитору беговой дорожке какой-то видеофильм на флеш карточки и получают от этого это удовольствие и мнимое какое-то восприятие того но в сознании что они там занимаются полезным делом в общем короче говоря на настоящий момент тема спортивных клубов в индии добричина если ее определенным образом не раскручивать и не пиарить то все это бестолково и вспоминаю все время по этому поводу таиланд особенно пхукет систему значит кэмпов куда люди едут за одно активным отдыхом где есть все и тренажерные залы и занятия тайским боксом и мм и и бокс и бразильской джиу-джитсу и в районе кэмпов таких например в районе кэмпа тагер количество мускулистых тел которые можно повстречать на улице просто зашкаливает там активно идет круглый день несмотря на сорокоградусную жару жизнь такая спортивная люди постоянно занимаются колотят мешки бегают тренируются качаются занимаются активным отдыхом круто дело выглядит то есть за спортом пока надо ехать на пхукет таиланд паттай уже бесполезно наверно практически там тоже есть но хуже на пхукет пока так я думаю пройдет какое-то время и на на самуи будет еще лучше потому что пхукет начинает потихоньку-потихоньку превращаться некое подобие паттайи тоже из-за большого наплыва туристов которые развращают местное население и поведением своим и этом излишними деньгами излишними чаевыми выпендрежем хамским поведением и дурацким образом жизни вот думаю что пройдет еще пяток или десять лет и уже пхукет совсем не тот будет он уже начинает сильно преображаться по сравнению с тем как я ездил до первой разы здесь же наоборот пока ничего не развилась а может уже и не разовьется потому что для каждой зоны со страны существуют определенные свои какие-то нормы социальные и вообще что к чему это предрасположено вот если в таиланде местных населения само очень активно занимается и и постоянно они если и занимаются и пробежками с утра и тайским боксом занимается мужское население много очень то это и как бы накладывает напечаток на всю вот эту вот активную социальную и спортивную жизнь в таиланде здесь местные населения плавное не спортивное поэтому и откуда же будет нет никакого не примера не желание строить а главное у этого населения нету понимания того зачем это может быть нужно если кто-то сумеет им это показать и доказать что это нужно может и поднимется тренд тысячи же сыграют главную роль именно деньги то есть если они поймут что на этом можно деньги зарабатывать они начнут строить и залы и делать какие-то площадки где будут размещены петли trx по крайней мере вкопают какие-то перекладины турники площадки для воркаута но не здесь не во вьетнаме где был не так давно но это не канает пока поэтому ничего здесь этого нет ну к сожалению конечно вот а вообще на самом деле немножко похвастаюсь как это приятно так ощущать на себе взгляды и местного населения и приезжих потому что вот без тени со скромности ложной но и без тени скан так обман и без ничего скажу что более спортивной семьи чем наши я здесь не увидел вообще и более спортивного в мужчину чем я я никого не увидел здесь вообще никого не среди местного населения не среди приезжих среди приезжих то тем более был один чем мужичок такой более-менее крепким он такой полный но широкоплечий вот а так чтобы был их им кто-то кто ведет здоровый доброй жизни следит за эстетикой тела в том числе и за функциональной подготовкой нет я вот бегаю с утра по 7 километров но завтра может десяточку пробегу меньше пяти не бегаю как правило никогда вот это полчаса или поменьше вот это пять километров если и не видел ни одного человека который примерно хотя бы километр пробежал то что я постоянно перегоняю их и вижу где они разворачиваются где они поворачивают куда они бегут больше километра никто это максимум и местные и не местные да я и не бегает почти никто вот так что в этом плане для человека который никогда не занимался заниматься будет немножко тяжело почему потому что он будет чувствовать что он какой-то здесь как сгой особенно если человек не уверены в себе он будет думать что он что-то не то делает как-то на него смотреть будет сам кос вот по этому поводу я запишу еще один видео подкаст как на это все нужно забивать и заниматься тем чем вы считаете нужным если вы считаете что это правильно вот ну в этом подкасте о чем хотел рассказал подписывайтесь на мои видео на ю тубе а также на мои ресурсы ищите по записям и по мета тегам везде проекты корректуры заходите на сайт и докторшилов точка ком будушин точка ру будоблог точка ру и макевар точка ру что касается того ну бойцовской подготовки особенно набивки ударных поверхностей и постановки удара это макевар точка ру если я чем-то занимаюсь сам не таким на выезде странах других то подкасты на эту тему обязательно появятся на этом ресурсе все пока ждите следующего выпуска а